Теперь нам нужно настроить по-нормальному подвал сайта. В шаблоне не очень он. Все то же самое, что с хидером. Кликаем «Редактировать футер», открывается дополнительная панель. Давайте добавим трехколончатую верстку. В первом виджете мы должны вставить «Соцсети». Есть тут такой виджет, называется «Соцсети». Здесь все просто. Добавляйте «Соцсеть». Давайте выберем «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» и «Ютуб». Первую открываем, загружаем иконку. Здесь выбираем «ВКонтакте». Вторая. Выбираем в качестве официальной. Официальные цвета выбираем произвольно. Основной цвет выбираем белый. Второстепенный, черный. Да. Так. Остальные удаляем для того, чтобы не копировать. Ну, чтобы не заново не заводить стили. И теперь просто давайте три копии создадим. Даже не так. Давайте удалим. И вот здесь скругление. Круг. Здесь оставляем скругление. Вот. Теперь копируем еще раз. Раз, два и три. Здесь второй открываем. Давайте «Одноклассники» добавим. Кстати говоря, снизу сразу ему вставлять, да, вы должны вставить ссылку, которая ведет на вашу социальную сеть. Сворачиваем. Что и какие там еще? Инстаграм, YouTube. Добавляем следующую иконку. Инстаграм. И четвертую – это YouTube. Все. Теперь сюда во вторую нужно скопировать наш заголовок. То есть лейбл тут. Давайте у нас тут есть лейбл. Повернемся на главную страницу, поднимемся наверх и откроем футер. Ферни «Header». Откроем «Header». Шапку сайта. Сейчас быстренько откроется. И оттуда мы вставим, скопируем с вами. Вот первое. Вот здесь находится. Это за лейбл наш. Сюда вставляем его. Давайте временно сделаем стиль. Тип фона черным, чтобы видеть. Да, и вот здесь у нас вроде как должно быть название. Вот. Сейчас я посмотрю. Да, все верно. И в третью нам нужно вставить кнопку «Консультация». Она у нас опять же есть в шапке сайта. Вот «Header». Копируем. Все просто. И вставляем. Теперь нужно отрегулировать ширину. Да. Ну-ка, давайте я хочу посмотреть здесь кое-что. Вот слетела сюда, обратно нужно поставить ее. Нам нужно меньше сделать ее размер. Место 70 в типографике здесь 50. Так. Фотограф. Сколько мы размер его делаем? 26. А здесь размер этого. Стиль. Типографик. Ну, тут остается прежним. 26. Так и есть. Смотрите, давайте перейдем в этот виджет. В стиле. И здесь, за скругление углов, везде поставим 40. Вот этот виджет. Давайте мы его по центру сделаем. Расследователь. Ну, а и сверху там, по-моему, отступы были. Сейчас посмотрю. Расширенных. 2. Да. И вот здесь выделяем всю секцию. Переходим в расширенные. В проценты. Снимаем взаимосвязь по ссылкам. И сверху ставим 2. А, вернее, не здесь. Перепутал. В отступах внутри. Проценты. Снимаем взаимосвязь ссылок. И ставим 2. Все, вроде так. Теперь нам нужно... Давайте уберем заливку черного цвета. Нам поменяем на прозрачную. И сюда переносим все это дело. Так, а здесь давайте посмотрим. Уже в шаблонах фон есть. Фон есть. Давайте копируем. И теперь выделяем вставленную наш подвал сайта. Цвет фоновый. И сюда вставляем скопировать. Вот так. Так же получается, что там есть... Ага. Давайте сейчас вставляем во всю ширину в одну ячейку верстку. Добавляем сюда заголовок. Даже не так. Давайте возьмем вот этот заголовок. И кидаем сюда. А вот эту секцию мы, получается, убираем. Этот заголовок переносим сюда. Вот так вот нужно вставить все это дело. Выделяем этот виджет. И вставляем. Так, ну и давайте удалим вот этот шаблон и внизу. Обновляемся. И теперь давайте обновим главную страницу. Посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, да, все отлично. Да, смотрите, главную страницу мы с вами настроили. Продолжение следует...